Александр Григорьевич Лукашенко Александр Григорьевич 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 на грамадской сгодзе, у прихильности и повазе до усяго свету. Видать, тому так и утульно у нашей богатой на национальную культуру в Украине державным мовом, на яких говорят белорусы. Основа паразумения с соседями и светом у нашей военной истории. Гэтае одинство выратывало нас в военный период. И оно дало нам мудрость и моц уже в новый час побудовать незалежную Беларусь. И мы повинны заховывать его и памятать. Кожный, кто замахивается на одинство нации, ворох Беларуси. Уважаемые товарищи, сегодня мы должны быть достойны исторической эстафеты, переданной нам поколением победителей. Сейчас перед нами в новых условиях стоит все та же задача – сперечь свободу и независимость родной земли. И мы должны помнить, самый главный фундамент независимости – это гражданин. Это мы с вами. Ведь страна – это не просто несколько миллионов человек, случайно расселившихся на определенные территории. Страна – это единое сообщество граждан, людей, объединенных общей исторической памятью, традициями и ценностями. Людей, объединенных искренним отношением к земле, доставшиеся в наследство от предков. Есть одно главное условие, при котором мы навсегда сохраним нашу независимость. Если эта идея будет жить в сердцах и душах наших людей. Если каждый из нас будет настоящим гражданином своей страны, гражданином с большой буквы, легко гордиться своей страной на словах. Легко рассуждать о патриотизме. Гораздо труднее слова подкреплять делами. Родную землю нужно беречь и защищать не только в лихую военную годину. В мирное время страна также нуждается в заботе и внимании каждого из нас. Патриотизм – это не только борьба с оружием в руках. Это крайность, это не дай бог. Это и простые прозаические повседневные дела. В них не менее ярко, чем на войне, проявляется отношение человека к своему отечеству. Простой пример, но показательный пример. Многие считают особым шиком ругать все свое белорусское. Мол, все у нас плохо, товары хуже не бывают, ничего своего не хотим, давай все импортное. Я понимаю, вы тоже, чисто по-белорусски. Я далек от мысли хвалить свое просто потому, что оно свое. Наверное, сложно найти более жесткого критика качества белорусских товаров, чем ваш президент. Но я поставлю вопрос по-другому. А кто производит белорусские товары? Немцы? Китайцы? Американцы? Может, россияне? Нет. Белорусские товары производим мы с вами, белорусы. И когда мы оцениваем белорусский товар, мы смотрим на себя в зеркало. Его сделали мы с вами. И если он чем-то плох, то значит, это упрек только нам самим. Гордость за свою страну – это не только гордость за победы, которые добыли не мы, а наши предки. Это не только гордость за достижения наших спортсменов, других, на состязаниях, где мы присутствуем как зрители и болельщики. Гордость за свою страну должна выражаться прежде всего в гордости за результаты собственного труда. Работать на совесть – это тоже нравственная категория. Это и есть ежедневный патриотизм, внешне незаметный, но сегодня самый важный и самый необходимый нашей стране. Или, к примеру, возьмем такую скучную материю, как уплата гражданинам налогов. Вы спросите, а при чем тут патриотизм? Еще древние римляне считали, гражданин – это прежде всего тот, кто платит налоги. Тот, кто содержит государство, тот, кто часть своего труда добровольно отдает на общее дело. Да, платить налоги – это обязанность. Более того, многие считают ее повинностью, повинностью, от которой хочется любыми способами избавиться. Но ведь налоги – это не только экономическая категория, это категория политическая и, если хотите, нравственная. Это конкретный вклад гражданина в строительство нашего общего дома, Беларуси, в ее спокойствие, безопасность, в образование, в здоровье нации, в комфорт и красоту наших городов и сел. И стремление любыми способами увернуться от этого вклада – это своего рода нравственная измена Родине. Это непорядочность по отношению к тем, кто честно живет и трудится. И в каком-то смысле это предательство по отношению к тем, кто много лет назад, не жалея для Родины жизни, которая во сто крат ценнее любых денег. Личная честность каждого, работа на совесть на любом участке, будь то механизатор, водитель, учитель, программист, строитель и ученый – это и есть патриотизм. И одновременно это фундамент крепкой экономики. А крепкая экономика – это залог независимости, свободы и процветания Беларуси. Я уже говорил и готов повторить еще раз – если и возникнет хоть какая-то угроза независимости нашей страны, то только по экономическим причинам. Вы знаете, особенно в последнее время это актуально и больше всего для меня. Меня все время пугают сегодня на опыте Украины. То с Востока кто-то к нам придет, полчища придут. А на Востоке нас начинают уже сегодня пугать, что с Запада полчища придут. И вот понимаете, расчленят, раздавят, растерзают. Вы знаете, я не отбрасываю, как президент, я обязан это иметь в виду. Ни один из вариантов, даже самых абсурдных. Но я всегда говорил и говорю, поэтому сегодня говорю о труде, говорю о налогах, говорю об экономике. Никакие полчищи сегодня не в состоянии разрушить нашу страну. Мы ее, если разрушим, то только сами. Только сами по экономическим и собственническим причинам. Вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому если мы хотим не только жить сами, мы уже пожили с вами 20 лет в независимой и свободной Беларуси. Мы, наверное, еще поживем в худшем варианте несколько лет. Но если мы хотим, чтобы наши дети и внуки жили на своем клочке земли, если мы хотим, чтобы наши дети не были под плеткой, не стояли больше ни перед кем на коленях, мы должны заложить этот фундамент, чего бы нам этого, чего бы нам не стоило. И никакие полчища, никакие танки, никакие самолеты не в состоянии сегодня поставить нас даже на колени. Даже в одиночку нас, белорусам. Все зависит от нас. От настоящего гражданина не требуется много. Будь порядочным человеком, работай на совесть и честно платите же налоги. Такое отношение мы должны воспитывать с самого детства, в школе, в вузе, а дальше в трудовом коллективе. Именно в этом сегодня состоит формула патриотизма. Уважаемые товарищи, мы живем в информационную эпоху, в век интернета и телекоммуникаций. Но, к сожалению, зачастую высокие технологии используются во вред человечества. Все чаще мы слышим об информационных войнах и киберпреступности. Один человек с компьютером порой может быть опаснее десяти с ружьем. Одним нажатием кнопки он может нанести больше и вред, чем любое вооруженное до зубов подразделение. Честная информация о нашей стране, откровенный открытый диалог – это то, что сведет на нет любые попытки втянуть Беларусь в информационную войну. Отличной иллюстрацией того, как это может происходить, стал майский чемпионат мира по хоккей. Наши гости увидели современное, красивое, достойное европейское государство. Государство, где нет места злобе, ненависти и конфликта, где людей не делят ни по цвету кожи, ни по языку, ни по религии, ни по имущественному положению. Мы, белорусы, по своей природе спокойны и неконфликтны, терпимы и необидчивы, но понуждать нас и запугивать – бесперспективно, бесполезно, контрпродуктивно, как говорят дипломаты. У нас выстроены равноправные отношения с крупнейшими мировыми державами. Союз с Российской Федерацией, стратегическое партнерство с Китайской Народной Республикой. Мы развиваем взаимовыгодное экономическое сотрудничество со многими другими большими и малыми государствами. Совсем недавно вместе с Россией и Казахстаном мы создали Евразийский экономический союз. К подписанию документа мы шли несколько лет. С 1 января 2015 года мы гарантируем участникам наших рынков свободное перемещение товаров, услуг, капиталов, рабочей силы. Мы договорились осуществлять согласованную политику в ключевых отраслях экономики, в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте. Таким образом, мы вместе формируем крупнейший на постсоветском пространстве экономический союз стран, в котором живет 170 миллионов человек. Уверен, такой союз станет мощным центром экономического развития. Вы знаете, в последнее время все многое-многое, я смотрю, голосов раздаются, мол, Беларуси это невыгодно. Невыгоднее, чем России, Казахстану и так далее. Скажу вам откровенно, мы договорились о дележке тех же пошлин, которые мы получаем от импорта. И мы в бюджет получили больше, чем получали это раньше. Что мы потеряли? Ничего. И второе, самое главное. Вы знаете, что мы продаем за пределы нашей страны 75-80% всего того, что мы создаем в Беларуси. То есть у нас экономика ориентирована на экспорт, на продажу, на внешние рынки. Но так она сложилась раньше. И терять это нельзя. Это, конечно, опасно, когда столько надо продать. И когда кризис в мире и у наших партнеров, тогда и нам тяжело. Это опасно. Но чтобы выдержать, чтобы жить нормально, надо быть на полшага впереди наших конкурентов. И это всегда подстегивает нацию, подстегивает нас модернизироваться, идти вперед, развиваться для того, чтобы быть конкурентоспособным. Так если 75% продаем на внешних рынках, так что плохого, что мы получили этот рынок свободного доступа в 170 миллионов человек. Нам крайне необходим был этот экономический союз. Вы скажете, что это решение всех проблем или спросите? Нет. Нет, дорогие мои. Это хороший залог при хорошем труде реализовать нашу продукцию. И тем не менее, я ставлю задачу, нам надо диверсифицировать нашу экономику и экспорт. Мы не должны опираться только на те страны, в которых традиционно работали и продавали. Вот поэтому мы едем на Кубу, в Никарагу, в Эквадор, в Бразилию, в Венесуэлу. Сегодня осваиваем африканский рынок. Сегодня мы работаем с Сирией, Ираком, Ираном, странами, где очень трудно сегодня работать. Но войны когда-то заканчиваются, и приходит мир. И люди всегда хотят кушать и обрабатывать землю. А мы можем это предложить нашим партнерам. Вот почему мы мечемся по всем странам попытки нащупать свои интересы. Не во вред нашим партнерам, нашим соседям и тем государствам, с которыми мы сотрудничаем. Поэтому сегодняшний договор о Евразийском экономическом союзе ничего плохого для Беларуси не принес и впредь не принесет. Кроме выгоды. По-настоящему независимое государство, уважаемые товарищи, без сильной армии существовать не может. Тем более, если эта армия является наследницей воинов-победителей. Мы укрепляем свою обороноспособность, обеспечивая наши войска самым современным вооружением и техникой. Мы обеспечиваем охрану рубежей союзного государства Беларуси и России и решаем эту задачу совместно с нашими братьями. Но безопасность государства – это не только армия. Это весь силовой блок, милиция, пограничники, КГБ, другие спецслужбы. Все они стоят на страже интересов государства и белорусского народа. Жизнь показывает – нельзя расслабляться. Вооруженные конфликты – это не миф. Последнее событие тому подтверждение. Фактически без перерывов на протяжении нескольких лет идет гражданская война в Ливии, Египте, Сирии, Ираке. Кто мог тому назад еще год предсказать события в нашей Украине? На этом фоне в Беларуси сохраняются мир и стабильность, спокойствие и согласие в обществе, единство народа. Это уникальный факт новейшей истории. Говорят, человеческой натуре свойственно не ценить то, что есть, как гласит народная пословица, что имеем – не храним, потерявши – плачем. Мир, покой, безопасность относятся к таким незаметным ценностям. Когда они есть, никто их не замечает. Вроде бы все так и должно быть. И мирное небо над головой, спокойная улица, размеренная, безопасная жизнь – все это воспринимается, как само собой разумеющееся. И лишь когда приходит беда, когда начинают рваться снаряды и свистеть пули, когда ночь освещается не тихим светом уличных фонарей, а зловещим заревом пожаров, когда становится страшно не то, чтобы выйти из дома, а даже подойти к окну, когда гибнут близкие, только тогда начинает осознаваться ценность мира и согласия. Кому-то из нас, возможно, казалось, что война – это давнее дело, навсегда оставшееся в музеях, книгах, фильмах. Или что война – это очень далеко, в горах, пустынях чужой земли. Но трагедия близкой нам Украины напомнила нам, война – это то, что может оказаться очень близко и неожиданно близко. Война – это то, что случается, когда не ценится мир, стабильность и согласие, когда общество раскалывается и впадает в революционную смуту. Мы, белорусы, имеем великую ценность – мир, покой и согласие в нашем обществе. Давайте помнить об этом. Ценить и беречь – это наше великое завоевание. Если мы сумеем сберечь мир, то тогда мы сможем стать достойными подвига наших предков и сможем передать независимую Беларусь нашим детям и внукам. Уважаемые соотечественники, дорогие ветераны, я хочу от всей души поздравить вас со знаменательной датой нашей героической истории – 70-летием освобождения и Днем Независимости Беларуси. «Искренне желаю вам счастья, добра, здоровья и успехов в труде на благо любимой Родины. Ни одному из нас, из тех, кто не был на той великой войне, не понять до конца, не прочувствовать тяжесть доли, выпавшей вам. Вас не готовили в герои. Вы стали героями сами, когда позвала Родина Мать. Вы сделали то, что казалось не под силу обычному человеку. Вы – солдаты, фронтовики, подпольщики, партизаны и те, кто жил на оккупированных территориях, и те, кто был в оккупированном Ленинграде, и тот, кто насмерть стоял под Москвой, и те, кто были в Сибири, далеко от этих мест, производя боеприпасы и оружие для наших солдат. Вы все герои вышли в бой не только за свои семьи, не только за нашу страну вышли в бой, за все человечество, за его жизнь, свободу и будущее. И это человечество должно быть всегда благодарно вам. Вот поэтому мы строим музеи, вот поэтому мы проводим мероприятия, чтобы показать всему человечеству, что вы должны стоя на коленях благодарить советский народ и нашу Беларусь, наш белорусский народ за ту великую победу, за то очищение от нацизма, которое пришло не с нашей земли. Вы победили. И вечная слава вам, живым и тем, кого уже нет с нами. Низкий поклон и благодарность всем, кто приближал победу. Доброго вам здоровья на долгие годы. Главное, я вам всегда это говорю, живите долго. Вы живые свидетели, пока вы живете, живет мир, и все помнят о той великой победе. Не будет вас, нам будет сложнее. Мы клянемся вам, что сбережем мир и согласие на нашей земле, чего бы нам этого не стоило. Мы отстоим ее свободу и независимость. Мы обязательно будем достойны вас. Мы не имеем права на иное. С праздником, дорогие друзья! С Днем Независимости! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!